на канал экзегет поступил вопрос часто одолевает навязчиво хульные помыслы что делать как-то смотрел интерьерного профессора современного ну не знаю верующий на ли не верующий но считал что приводил зачитывал слова сели феофан затворника насчет того что хульные помыслы инициируются миром павших духов и он как бы вступил в полемику с или феофан затворником нет что вот он то есть профессор считает что хульным помысл это особенность психостейников психостейники то есть идет речь то есть о неких акцентуация характера о неких таких качествах сейчас не будем разбирать врождены или они или приобретены но психостейник until you который склонны загружаться по любому поводу то есть если психостейник развивается в конкурс рукти на구요 он может загружаться по поводам хорошим он может стать супер там программистам который будет устроить такие информационные системы который никогда не сломается да но если ему не дать конструктивное развитие то он будет загружаться по поводам неконструктивное что то у него колинуло он будет все это в желательном будет все это изучать, поднимать литературу. То есть он может по каким-то мелочным поводам сутками думать. Но как бы этот профессор объяснил тот факт, что хульные помыслы бывают не только у психостреников. Я не фанат этого деления на акцентуации, но не суть важна. Хульные помыслы могут быть у каждого человека, особенно тот, кто только начинает например, свой духовный путь. Человек заходит в храм, чтобы обрести там помощь и поддержку, и вдруг в его голове начинается поток матерной ругани на Христа, на Божьей Матери. Человек как бы приходит в панику, у него начинаются рождаться мысли, сомнения в себе самом. Неужели это я порождаю эти помыслы? Значит я какой-то что, сексуальный маньяк? Значит я что, изверг, недочеловек? И человек попадает в крайний ступор, но сутки отцы говорят, что хульные помыслы исходят от нас. И поэтому, если они приходят к нам в голову, в них даже не натыкается. Конечно, в идеале, когда мы приходим на исповедь, надо у них покаяться. Но если к нам просто придут в голову действия святых отцов, сколько бы психиатры не иронизировали, но святые отцы предложили реальный метод, который работает, то не считайте своими и даже не обращать внимания. Собаки лают, караван идет. И проблема здесь начинается тогда, когда человек начинает обращать внимание на это. И здесь возможно даже будет катастрофа, если человек с позиции психоаналитических пытается взвинуть на эти хульные помыслы. То есть, если вы смотрите на иконы Божьей Мати, ну, хоть мужчина, да, у него возникают какие-то хульные мысли сексуального характера, то в чем возникает риск? Что если с позиции психоанализа начать и разбирать эту ситуацию, то, возможно, человеку начнут объяснять, что, возможно, у тебя есть некий сексуальный паттерн, да, или если там хухульные мысли в отношении Христа, то если Христос – это образ Отца, то значит, у тебя там может какой-то скрытый гонус. Ну, я не знаю, что говорят в таких случаях, но знаю, что могут начать говорить. Как Виктор Франкл даже говорил, что представьте горе человека, который скорбил по жене, умершей в концлагере, ему объяснили один из психоаналитиков, что он просто бессознательно не наивил свою жену, поэтому скорбит. И что происходит? Человек начинает застревать. То есть, не все мысли надо прорабатывать, не все мысли нужно рассматривать. У Свилий Игнатия Бенчинова есть две замечательные статьи о противодействии мыслям. Первый образ борьбы с падшими духами и второй образ борьбы с падшими духами. Он говорит, что первый образ борьбы в чем? Что если брань, она не сильная, то можно рассмотреть то, что тебе предлагает эта ядовитая мысль, разобрать всех сторон, понять, что она аномальна и извергнуть из себя. Но потом что предупреждает? Ну, противодействовать вот таким образом мы можем мыслим, только если у нас не сильная как бы идет брань. Даже не на уровне хульных мыслей. Вот желание съесть пятую котлетку у нас оббревает. Мы думаем, ну сейчас я съем, потом мне будет плохо, лучше я есть не буду. То есть, мы рассмотрели и ушли. Но когда идет вот такой просто навал на наше сознание, что-то сдвигает наш ум, воля, чувства, если мы святые могли, например, впустить в себя эту ядовитую мысль, изучить ее со всех сторон, найти противоядие, ну, чтобы потом поделиться с другими, написать какую-то книгу, и извергнуть себя. Но мы не имеем такого внутреннего силы. Если мы вступим в близкое соприкосновение с такой мыслью, скорее всего, она сломает, отравит. Поэтому святые отцы говорят, что если к вам приходит гипертревожная мысль, которая разрушает ваше устроение, не вступайте с ней в соприкосновение. И здесь вот этот психологический прием, что нужно все проработать, он ошибочен. Я знал одного профессора, который рассказывал, что по ее наблюдениям некоторые люди после терапии окончались самоубийством. А ты знаешь, что терапия – это всегда плохо. Но есть ситуации, где надо наоборот человека акцентировать, кстати, и даже светские некоторые авторы это понимают. И это святоотеческий подход. Акцентируй внимание на человека, чтобы отгребаться от этих мыслей. Все как бы, да, надо переключиться там на молитву. Если ты не можешь выйти из этого потока, подготовься к исповеди причастия. Это не значит, что исповеди причастие – это единственное средство, да? Действительно, ну, аскетически уже возрастание человека не только в молитве, но и в формировании собственной личности, это отдельная тема. Но очень важно, что не надо в это во все погружаться, иначе тебя это отравит. Да? Или как этот профессор Крамурза говорил, хоть и светский автор, но тем не менее, его мысли соответствуют стратегически. Да? Если на вас бежит бешеная собака с пеной, разбираться, чем она больна, это будет лаборатория. Это не ваша задача. Ваша задача – отойти. Да? Причем также он отмечал, что хоть и не про хульную мысль, но в эту же копилку, что иногда в некоторые фильмы и видеоконтент заложены такие уровни манипуляций, которые вы разгадать не сможете, потому что над этим уровнем работают там профессора. И вам нужно быть специалистом сразу во многих областях, чтобы разгадать, в чем именно вас здесь хотят обмануть. Если вы недостаточно, в этом смысле образованы, но вы понимаете, что при встрече с этим контентом вы теряете внутренний мир, и вас начинает трясти, все, не надо разбираться, пусть разбираются специалисты, просто вы едете отсюда. Если человек начинает погружаться, анализировать, происходит некое заражение, инфицирование. И поэтому у группы Альфа есть замечательная пословица. В ближнем бою побеждает тот, у кого больше патронов. Не вступай в близкую дистанцию с этой аномальной идеей. В некоторых источниках интернетовских есть такая упрощенная версия, как христианское понимание существования мира подшедуха. То есть если хульная мысль это всегда подшедухи, вы просто не принимаете, и вы свободны. На самом деле в реальной жизни не принять эту мысль бывает крайне тяжело. И поэтому, чтобы мы могли иметь возможность не принять аномальную хульную мысль близко к сердцу, мы должны быть активными в чем-то конструктивном. Любить людей, чтобы у нас был четко продуманный режим дня, чтобы мы были устремлены к каким-то конструктивным целям. Тогда вследствие нашей устремленности, то, что надо называть воцерковлением, если воцерковление не воспринимать просто нахождение какое-то в храм, тогда эта мысль пройдет к вас покасательнее, глубоко не проникая. Но если вы находитесь в состоянии апатии, в разорванности отношений с другими, если вы там гневаете, злитесь, лежите в ярости, еще там, не знаю, пьете алкоголь, то, конечно, эта мысль будет как в нож масла входить. И о том, насколько бывает тяжело извергнуть себя хульную мысль, насколько тяжело бывает и не принять, действует опыт священномученика Каранида Любимова. Это был один из настоятелей Святой Троицкой лавры, попал под каток и прессии, и он как раз рассказывал, что однажды, кажется, во время службы, вдруг у него принеслась вот эта хульная кощунственная мысль. И она как его обожгла, он перевел взгляд на икону Божьей Матери, чтобы через молитву к ней получить помощь. Но тут у него пылилась матерная ругань и в отношении ее. И это стало 24 на 7. То есть было так тяжело, что он прятал в себя веревки, ножи, ножницы, то есть любые предметы такого плана, чтобы они не напоминали о соубийстве. То есть он был просто на грани не то, что психического срыва, а на грани суицида. Но, по всей видимости, Господь такую брань попускает не всем подряд, а только тем, кто через сопротивление этой брани может стать более мужественным, более крепким бойцом. И это делилось несколько лет. И однажды, видимо, когда время уже подошло ему избавляться от этого дела, он встретил одного монаха, который сказал, знаешь, у меня тоже такое было, это враженовождение. Не обращай внимания. Ну, конечно, Существенным Модчиком и без ним бы монаха знал, что это враженовождение, но просто бывает так, что либо пришло время уже выходить из этого состояния, и это было уже как неким таким, как сейчас можно говорить, триггером, да, по выходу. Либо бывает так устроено, что даже очень и известные, и мудрые, и сильные люди не могут какие-то состояния стоить сами по себе. Потому что, как говорил Иоанн Кронштадтский, Господь так устроил, что мы нуждаемся другим, чтобы мы смирялись, иначе мы станем очень гордые. И бывает так, что человек употребляет все усилия, какие только возможно, ничего не помогает, но когда он смиряется, говорит, спрошу у своего брата, ну, опять, не у тети Клавы, там, соседки по личной площадке, а у того, кто в этом разбирается. И за это смирение Господь выпускает освобождение от хульной мысли, поэтому бывает, когда вот эти хульные мысли, они же могут быть и против духовника, и против всего, даже не только всего святого, против собственной жизни, да, лезет какая-то иди в голову, которая призывает тебя выйти в окошко. Конечно, тут скажут найти к психиатру, но опять же вопрос, почему иногда бывает, человек, если у кого-то есть такое счастье меддуховника, просто открывайте мысли, они уходят, да, то есть, конечно, есть ситуации и связанность психиатрии, но это уже отдельный разговор, где духовная, где психиатрия, ну, и под конец можно сказать, что иногда все-таки хульные мысли имеют некую основу в нашем поведении, то есть, если человек в своей социальной жизни, например, уничижает других, считает себя самым умным, то он сталкивается с каким-то, ну, тупиком, который заставляет его присмотреть свое поведение, возможно, это некое божественное попущение, чтобы человек исправился, вот был один человек, который считал, что он должен написать пьесу, которая должна изменить весь мир, пьесу писать неплохо, пытаться помочь людям без единственной, это тоже неплохо, но считать, что твои там несколько листов бумаги имеют такое могущественное воздействие на всех людей, ну, это уже какая-то, наверное, форма гордыни, это зело было интеллектуально, молодой человек, и вдруг ему попустилась эта хульная брань, то есть, в его собственной голове кто-то стал его ругать матом, и при этом психиатрия не могла помочь, и здесь, конечно, человеку нужно долгое время где-то, чтобы просто смириться, опять же, не просто, человек смиряется через труд, через труд, пройдя какую-то полосу жизненных неудач и катастроф, и даже было такое повествование, когда один человек пришел в монастырь, но это применимо и к людям, мирянам, и он стал ругать своего духовника, называть его вором, блудником, вплоть до того, что такое ощущение, что его мозг уже стала какая-то трансляция, то есть, когда его духовник шел в Идольское капище совершить свою молитвную праздну, у древних христиан была такая в обычае, они языческие храмы использовали для молитвы, демоны показывали молодому человеку, что он прям видел, что духовник блудит женщиной, и он всем начал феномен одержимости, когда он ел свое тело, свои испражнения, и когда духовника попросили помочь этому юноше, он сказал, ты осознал, что гордость является источником визунов, я осознал, и соответственно, к чему, что если у нас начались какие-то, ну не только кульные мысли, а вообще, вроде бы, как казалось бы, ни с того, ни с сего суицидальная идея, конечно, иногда нужен психиатр, но, как говорил Виктор Франкл, чтобы поставить диагноз, одного симптома мало, нужен комплекс других симптомов, чтобы сложилось уже некая картина болезни. Бывает, эта картина у человека нету, но бывает, ему просто плохо пересмотреть свое поведение. Ну, не осуждайте ли у кого, не презирайте ли у кого, потому что, если хоть один человек в вашем окружении есть, кого презираете, или вы хотите идти по головам, то, чтобы вас спасти от такого губительного шага, Господь даст вам некую такую корректировку в виде этих хульных мыслей, которые просто вас заставят остановиться и задуматься. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok